Всем привет! Меня зовут Геннадий Корнеев. Я занимаюсь изучением национальной истории, традиций, обычаев и культуры. Сегодня я расскажу вам уже в видеоформате о том, какой же из калмыков самый терпеливый. Мы народ воинов, а воины, как известно, должны иметь мгновенную реакцию на любое внешнее воздействие. В особенности на воздействие негативное, поэтому мы часто бываем вспыльчивыми, жесткими, агрессивными и даже жестокими. Наследственность такая, тут уже ничего не поделаешь. Однако среди большинства суровых воинов-калмыков и все же есть те, кого можно назвать очень терпеливыми. Очень! Именно назвать, ведь речь не об их характере, а скорее об имени или фамилии от такого имени производной. Какое же это имя и фамилия? Оказывается, это имя Зодба или Задва, а фамилии Задбинов, Задбинов, Задбаев, Задваев или Задваев. Имя Зодба происходит от тибетского слова и термина и имени собственного Сопа. Самый известный в мире носитель этого имени лама Сопа Ринпоче, который, кстати, скоро приедет в Калмыкию для проведения ретрита. Что же означает это имя? Сопа – это тибетский эквивалент санскритского термина Кшанти, имеющего значение терпение, терпимость, толерантность. Калмыцкие гелюнги слово Кшанти, наверное, не знали, но очень хорошо знали его тибетский эквивалент Сопа, который прочитывали со своеобразным акцентом Зодба. От этого они давали детям имена Задба, Задва, от чего и произошли все вышеперечисленные фамилии Задбинов, Задбинов, Задбаев, Задваев или Задваев. Сегодня, насколько я знаю, калмыки имя Задба уже не дают. Известными носителями этого имени среди калмыков были лама калмыцкого народа, Задба Рогба Сантанов и последний настоятель Севднякинского хурула области войска Донского лама Задба Бурульдинов, написавший историю буддизма у донских калмыков и умерший в эмиграции в Соединенных Штатах Америки.